Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Фёдорова Айталийна. Я младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований. Работаю в лаборатории «Человек в Арктике». И сегодня я бы хотела рассказать о образе мамонта в духовной жизни народов Якутии. Мамонтовая фауна, она всегда так или иначе, даже по сегодняшний день, сильно влияет на жизнь людей севера. И, конечно же, она оставила такой достаточно сильный отпечаток и в культуре северных сообществ в качестве мифов, легенд и отражается в некоторых таких фантастических существах и образах. Значительную роль в этом процессе вообще сыграли, конечно, находки останков мамонта. В первую очередь это бивни, это кости, которые поражали людей своими колоссальными размерами, и вокруг которых люди создавали свои какие-то представления и создавали такие фантастические, невероятные образы, которые не всегда очень много общего имеют с тем мамонтом, которого мы сегодня знаем. Но, тем не менее, мамонт стал основой для многих мифических существ и образов. На сегодняшний день имеются весьма разрозненные данные о представлении народов Якутии о мамонте. Как правило, они зафиксированы вообще в общем спектре фольклора народов Якутии. Так, например, такие образы были зафиксированы в трудах Эргиса, Мидендорфа, Буткина, Слепцова. Представления эвенков о мамонте нашли свое отражение в трудах Василевича, Ермолаевой, Норденшельда, Рычкова. В чукотском фольклоре миф о мамонте был записан богоразом. И, конечно, в юкогирском фольклоре отразился в работах и Хельсона, и Людмилы Николаевны Жуковой. У народов Севера Сибири представления о мамонте часто имеют ярко выраженную религиозную окраску и вплетены в идеи шаманизма о подземных зооморфных духах. Так, мамонт часто становится духом-посредником, с помощью которого шаман путешествует по мирам. Также изображение мамонта часто используется как часть шаманского костюма в виде железных пластин, символизирует того самого духа-посредника. Во многих легендах народов Арктики с мамонтом связан также сюжет о сотворении мира, в которых мамонт принимает непосредственное участие, в котором сюжет примерно таков, что Бог изначально создает землю гладкой и без неровностей, а мамонт, пройдясь по ней, оставляет на ней следы. Там, где он ступал, образуются реки, озера, борозды от его рогов становятся реками, и Бог гневится на мамонта за это и истребляет его как вид. Также очень интересно, что с представлениями о мамонте связывают мифологическое существо из якутской традиционной культуры — это бык-зиму. Бык-зимы в якутской культуре символизирует холод, символизирует такой тяжелый климат, и с падением рогов которого, по представлениям традиционным, начинается весна. Судя по всему, такие представления могли возникнуть от того, что весной, при процессе таяния снега, льдов, особенно в руслах рек, находятся останки мамонта в конкретной бивне, которую якуты могли принимать за рога мамонта. И тут можно интересно отметить, что в словаре Пекарского слово «мамонт» записано как «водный бык» в прямом переводе, а «бивень» — это рог водного быка. То есть, судя по всему, у якутов конкретно были весьма расплывчатые представления мамонте, и они не имели четких представлений о его морфологии. Таким образом, бивни, которые находились, представляли в виде рогов какого-то колоссального огромного животного, и, судя по всему, превратили вот эти бивни в рога огромного быка. Норденшильд отмечал, что эвенки считали, что обвалы рек, которые ежегодно происходят во время половодия, связаны как раз с передвижением мамонта. И многие народы Севера как раз связывали и отводили мамонта к числу водных животных, потому что как раз останки находятся примерно возле русел, рек и вообще водоемов. А, например, в представлениях эвенков, по данным Ермолаевой, мамонт как раз возводится в образе дикого оленя. Ему приписываются сверхъестественные свойства. Он огромен, как сама Земля. Он способен уничтожить все, что станет препятствием на его пути и может пробить ударом копыта Землю. Ну и более реалистичные представления о мамонте мы встречаем уже на крайнем северо-востоке Сибири. Так Багара сообщал, что по мнениям Чукчи, бивни мамонта — это его клыки. Здесь впервые мы встречаемся с догадкой того, что бивни, собственно, не являются рогами, а расположены где-то в районе ротовой полости. Также в одной из сказок, записанной Багаразом, говорится, что однажды Чукчи, найдя пару бивней мамонта, торчащих из земли, принялись бить в бубен, проводить обряд, и вот эти кости начали обрастать мясом и шерстью, после чего в ритуальных целях этот мамонт был и съеден. Здесь можно прийти к выводу, что Чукчи находили не только кости мамонта, но и какие-то более хорошо сохранившиеся его остатки имели представление о том, что у него есть шерсть, и даже то, что он в принципе съедобен. Юкагиры, судя по изображениям, также видели в мамонте животное, наделенное огромными клыками. Так уникальным считается юкагирский рисунок мамонта на деревянной дощечке, найденной Богорадом в 1897 году, где мамонт как раз изображается массивным животным с крупными бивнями, начинающимися примерно в районе носа. Интересно, кстати, что хобот там изображен не был. И по данным Иванова, эта дощечка использовалась шаманом для призвания духа. А также ее хельсоном было записано предание, в котором рассказывается, как «Однажды старый юкагирский шаман вызвал дух мамонта, и вместе с сыном, верхом на этом духе, он плыл над озером». Ну и таким образом мы можем прийти к выводу, что вообще о мамонте есть множество представлений, они совершенно не похожи друг на друга. Мамонт находит свое воплощение как в сухопутных животных, так и в животных водного типа. Вообще все эти представления достаточно размыты, и можно сказать, что народы Якутии имели достаточно слабое представление о его внешнем облике, о характере его питания. Тем не менее, мамонт во всех легендах, если изучать их досконально, как правило, всегда является существом опасным, чья природа остается человеку неизвестным. При этом можно подметить, что при интерпретации его внешнего облика приводится сравнение именно не с хищными животными, а, например, такими как рыба, бык, щука, олень, птица. И основываясь на описаниях фантастических зверей, народами Якутии можно наметить, в принципе, два типа мамонтов. Это восточный, который встречается у чукчи и юкагиров. Восточный тип более реалистичный, более похож на настоящего мамонта. И тип западный, известный якутам, эвенам и эвенкам. Первый тип, он более близок к действительности. Животное наделено огромными бивнями. Оно отличается всегда крупным весом, причем даже мясо его считается съедобным. И оно, как правило, принадлежит к числу сухопутных животных. А второй тип, он отклоняется от первого стороны более такого фантастического рогатого животного, соединяющего в себе черты водяного, иногда сухопутного зверя. А в целом можно отметить, что все эти представления так или иначе у народов Якутии имеют негативный окрас. Мамонт является крупным зверем. Это опасное животное, которое своим весом может делать землю рельефной, которое трескает лёд, из-за которого происходят определенные природные катаклизмы, который даже в некоторых легендах является причиной смерти людей. И также он, ну, у якутов, например, является олицетворением суровой холодной зимы. Ну, к такому выводу, судя по всему, народы Якутии приходят вследствие своей космогонической картины мира, где вообще всё мироздание делится на три части, а мамонт как существо, останки которого находятся под землёй. И, возможно, поэтому с образом мамонта связаны сверхъестественные признаки хтонических существ из как раз-таки подземного мира. Благодарю за внимание. Тема мамонта дальше будет изучаться в рамках научных проектов лаборатории «Человек в Арктике». И я думаю, это ещё далеко не всё. Предстоит изучить ещё многое. Спасибо. Спасибо.